Что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67-й год один доцент, фамилию забыл, так и пишет. Напивайтесь. Полезно. Анатолий Трушкин. Народные средства. У одной женщины муж пил. Не сильно так, но всё-таки. До беспамятства. Она со старушкой одной сговорилась. Этот муж просыпается как-то после пьянства. Видит по комнате мотается женщина преклонного возраста. В одной сорочке чего-то. Он забеспокоился, мол, где это я? Смотрит он дома у себя. Тогда он думает, кого-то я привёл, значит. Но чего она староватая какая? Тут дети его выбегают. Они тоже в заговоре участвовали. Кидаются к этой женщине и кричат «Мама! Мама! С добрым утром!» У него от нервов ноги задёргались. Вернее, одна. Одна спокойно лежит, спит. А одна чего-то задёргалась. Немного. Тут старушка как скажет «Вставай, сокол мой!» У неё и вторая нога задёргалась. Полгода прошло. Сейчас хорошо живут с женой. Недавно купили себе велосипед. В кредит. Оба очень любят кататься. У него, правда, дрожь осталась, и ноги на педалях не держатся. Так что он в основном за седло держится, бежит рядом. Пить, конечно, бросил, а от велосипеда не оторвать его. Можно, можно излечиться от пьянства. Средств много народных. У одной женщины муж тоже пил. Не сильно. Он сам раздевался. Не сразу, конечно. Ближе к утру. Но он как разденется, кровать не мог найти. Она думает, лучше я один раз потрачусь, чем всю жизнь в нищете жить. И как-то в понедельник, куда только можно чего влить, влила водку. Муж приходит вечером, сел щи хлебать. Там водка. Он кинулся в холодильник, удастал кефир, чтобы запить. Там водка. Она кричит, тебе Бог наказал. К чему не коснешься, все водкой становится. Бросай пить. Он орет, нет, никогда. Это что-то коммунисты подстроили. И бегом в туалет. Стакан целый раз из бачка. А там тоже водка. Сейчас хорошо живут. Пошли ему новое пальто. Из ее старого. Конечно, умом он немного тронулся. Но зато совсем не пьет. Даже воду. А одна женщина, у нее муж тоже пил. Совсем не сильно. Кровать мог найти. Забраться не мог. Она на ксероксе напечатала фальшивых денег. Как за хлебом мужа, она ему настоящие дает. Как за водкой, фальшивые. И он начал замечать, что как за хлебом, ему хлеб дают. А как за водкой, ему дают в морду. В какое время не приди. Хоть ведро бери, хоть сто грамм. А шо, он донор шо ли? Всякий раз за стакан водки полстакана крови сдавать. И он не взлюбил выпивать. Сейчас они очень хорошо живут. Любого можно вылечить от пьянства. Можно, конечно, гипнозом. Но лучшими народными средствами. Есть, значит, одна записка. Даже не знаю, почему тебе. Писателю Трушкину. Что вы сделали со своим ваучером? Почему мне? Потому что народ в трудные вопросы, в трудные минуты всегда к писателям обращался. Правильно? С ваучером я его удачно вложил. Я его вложил в щель на кухне. И теперь нет тараканов. Они умные. Они умные. Первый выползает. Видит ваучер. Говорит, ребята, стоп. Это ловушка.